И ранее недавно есть такой очень крупный политолог, один из главных гандистов Еврана, Эхсан Махавидзян. И вот он опубликовал карикатуру на Ирхам Алиева с подписью «Рабвин Ирхам Алиев». Ирхам Алиев там в еврейской ермолке с пейсами, с длинным еврейским носом, и вот этот вот раввин Ирхам Алиев. Но это не просто карикатура, они реально утверждают, что во-первых, сам Ирхам Алиев является тайным раввином. Понятное дело, Азербайджан является сионистским образованием. Если посмотреть ролики, которые идут по иранскому телевидению, там, допустим, есть ролик, постоянно крутящийся о том, что дорога на Иерусалим, понятно, он по-арабски называется, Алькутск на иранском называется Кудза, но дорога на Кудзу идет через Баку. Это, я понимаю, что с географией у них сложно. Я думаю, что не рахоментальная такая дорога идет. Да, а еще мне посылали ролик, который КСИР, Корпус Стражей Исландской Революции, запускает на азербайджанском языке, специально для того, чтобы и на азербайджанском языке он обращается к Израилю. Смотри, Израиль, и они показывают свои эти учения на границе с Азербайджаном, типа запугивающие, смотри, что мы можем. Когда в ответ прошли учения Азербайджана и Турции, опять-таки Израиль, причем не там, не там, то в иранской прессе их называли учением Турции и сионистского образования. Потому что, понятное дело, для иранской пропаганды Азербайджан является сионистским образованием и главным врагом. Теперь, вот, ну, как бы это сказать, это, обращаться к Израилю на азербайджанском, это вообще так очень, ну... Экстраваганно! Это хороший слов. Экстраваганно. Вот, но в Иране официальной идеологией является официальным вопросом. Вот, нынешний президент Ирана, которого имеет скромную кличку Палач, вот, отвечая на вопрос американской телепрограммы «60 минут», НТТ отрицает Леон Халакус, он говорит, это историки должны играться, это еще неизвестно, что там было, да. В Америке очень многие возмутились, ну, отрицанием катастрофы европейского юриста, но, в принципе, это не только идея этого Палача. Примерно такой же позиции придерживали все президенты Ирана, начиная с момента иранской эволюции. Иран регулярно устраивает конкурсы, этот, карикатур по поводу отрицания Халакус. Возьмем, это те, кто у нас отслеживают такие вещи, связанные с Ираном, они мне вдруг сказали, ты знаешь, карикатура распространяется не только в Иране. Я спросил, а где? Ответ понятен, да? В Армении. В Армении я на телеграм-каналах армянских не видел этого, честно говоря. Не, мне показали в телеграме огромное количество перепостов, которые были с этой иранской карикатурой. Более того, после распространения этой карикатуры, Оксана Макридана, он его пригласили на это мероприятие, которое спонтировалось российским фондом Горчакова. Ты понимаешь, что фонд Горчакова, это фонд, связанный с МИДом Российской Федерации, практически являющийся его структурой. Очень интересный фонд, работающий практически по всему постсоветскому пространству. Недавно Грузия, ее можно поздравить, закрыла центр Примакова, или, по-моему, только блокировала счета, который, опять-таки, финансируется этим фондом. Примаков, а Россотрудничество ты имеешь в виду закрыло? Нет, Примаков... Потому что Примаков младше возглавляет Россотрудничество. Да, Примаков именно спонсируется и является проектом фонда Горчакова. В Грузии, по-моему, закрыли его счета, и речь идет о закрытии. Но вот фонд Горчакова работает по всем странам. Я недавно видел распечатку их выступлений в Киргизии, где они рассказывали о том, как опасно принимать западную гуманитарную помощь. Типа, сегодня вам помогут лечить больных людей, а завтра потребуют, чтобы вы за это вышли на площадь, устраивая революцию. Так вот, фонд Горчаков спонсировал проведение в Иране форума «Воротян». «Воротян» проходил в Армении, и это был такой российско-армянско-иранский форум. Вот там среди иранских представителей главным докладчиком был Александр Махридян, который выступал на этом форуме, рассказывал о том, что Азербайджан является сионистской структурой, выполняет только заказы Израиля. Насколько, опять-таки, Израиль связан с Турцией, насколько они пытаются... Они устроили эти вещи в Казахстане, и они там устроили... В общем, везде во всем... А он устроил в Казахстане беспорядки в январе этого года? Нет, это Израиль устроил, да. Но, понятное дело, действуя через тюркские структуры, пытаясь подчинить себе весь тюркский мир, Израиль вот уже подчинил себе Турцию, с которой до сих пор посол турецким вернулся, да. А подчинил себя Азербайджан, у нас, кстати, до сих пор принято решение об открытии Азербайджанского посольства в Израиле, но оно... Не, ну, Давид, давай не будем, у вас военно-техническое сотрудничество и политическое сотрудничество на очень высоком уровне, без всяких... Окей, да. Но сказать, что мы подчинили себе, это как-то... Нет, нет, то, что Азербайджан является главным союзником Израиля на Кавказе, я думаю... Я думаю, что парадоксально, у нас есть посольство Армении в Израиле, до сих пор не было посольства Азербайджана, да, есть посольство... Это уже другое. Но, что касается сотрудничества, то не только в Закавказе, среди всех бывших советских республик... На Южном Кавказе. Вообще среди всех 15. Нет, ты сказал, за Кавказе, я просто на Южном Кавказе. За Кавказе, это и с Россией. Не только на Южном Кавказе, вообще среди всех бывших советских республик, главным экономическим, военным партнером Израиля, конечно, является Азербайджан. Мы этого не скрываем, когда там публикуют. Но, кстати говоря, в Армении уровень вот этой антисемитской металлогии, он был высок еще в 90-е годы, когда этого еще не было так сильно. А сегодня по уровню антисемитской конспирологии Армения на первом месте, где всех бывших советских республик.